взгляд не убирать и смотри глаза на смотри как-то обидно что поезд уходит в россию молчи ты за себя отвечает и за меня отвечает я же не настолько плохой человек и не настолько кончен его я лично задаст его как историчку же тут мы с тобой оба можем сильно покалечиться вообще какой план после таки ты кричал я мужчина я это я тоже и бой хочешь я буду драться с тобой я тебе не тот человек который ты можешь перебить и имей ввиду что тебе тоже будет тяжело ты дурак что но ты меня не газы на меня но страх настолько такой же запасы и даже ему не могли по причине посадка я всего себя оставлю вот это и жду я ты не переживай нормально все будет и чё делай друзья всем привет меня зовут ярослав степанов рядом как всегда лёша махно это очередной выпуск программы хуквам и сегодня у нас практически специальный выпуск потому что мы в таком расширенном составе мухаммед хи и бати муратбек и сыновей гран-при и сад андовский в общем все люди которые будут друг с другом так или иначе драться кроме нас белый да это хорошо но для меня по крайней мере 30 ноября значит нас первый бой это муратбек и сын бы и сад андовский бой на турнире на мат и сад чемпион на мады ну и соответственно с чемпионский поединок и 27 декабря муратбека дерется с мухаммедом хи и бати на турнире all stars по боксу короче вот такая у нас пачка боев получается но первостепенно да у нас бой муратбека и из и и соответственно радик интересно вот я помню что прилетал как раз на турнир где иса стал чемпионом победил он тогда ернато тугельбекова и мы с тобой после боя этого разговаривали и санта выскала что проявил свою заинтересованность поединке против тебя и ты сказал ну неплохо можно принципе подумать если будет предложение подбек давай сделаем мы с тобой сделаем бомбой бой принципе это можно обсудить это уже интересно как тебе в тот вечер выступление из и был именно в тот вечер честно не в обиду из а я его честно не знал я просто не то что я не знал я не особо увлекаюсь боями мне не приносит удовольствие смотреть бои но меня позвали как гостя я приехал посмотрел турнир живую смотрю и вижу я ернато знаю ернат хорошего мне нравится в плане техники очень мастеровитый и первый раунд я увидел превосходство ернато и второй раунд я увидел просто иса поставил все на кон ва банк и вот это мне его понравилось вот как мужик просто прет вот все поставил на кон прет и уже начал попадать разбивать имеет чуть-чуть не понравилось то что ернат чуть сдал и вот так вот во втором раунде иса удосрочил выиграл досрочно он мне как спортсмен понравился но я думаю блин ну как-то обидно что поезд уходит в россию хочется что но к нам аджи наша казахстанская лига хочется просто мне неважно кто чемпион просто пусть он там останется у меня просто такое желание было я такой думаю блин а почему бы с ним не подраться мысля просто пошла и потом короче вот чё-то чё-то иса пошел интервью давать какой-то момент народа влад ко мне подходит что-то говорит видел этот бой типа я говорю да красавчик хороший бой говорю но я говорю народа влад а может типа я с ним подерусь я ему уже мысли кидаю он говорит интересно почему бы нет и потом ко мне виталий тарасов подходит и он говорит можно тебя на минуту и мы отошли поговорили он говорит иса хочет с тобой провести бой он только что в интервью обозначил тебя говорит и просто хочет типа провести бой с тобой я говорю блин интересно а дальше зависит от предложения уже то что мне нужно было я услышал и просто хочу дальше уже конкретику и если не ошибаюсь нам же люди предлагали пока куда еще хотели по кику тоже в его маде не не на мат на матча там это марсисе там оба за база киквакса или нам даже до вас таки бусины два раза россию играл а мама драться вообще с тобой могу его тоже раз я мне было бы интересно по кику попробовать после после неважно кто выиграет интересного випа не мы не знаешь по кику что вы выступить чтобы не хватает три месяца на подготовке но я знаками да у меня могу хорошо быть ногами но их надо опять а в любом случае оттачивать это понятно да так можно если я думаю дай аллах вот неважно кто из нас выиграет выиграет а сильнейший в любом случае и после это я дай аллах проведу с мухаммедом бой и потом можно бы провести по кику и потом обратно с мухаммедом по ему мара такая тройка я же на вас по этот побрил на вы между собой потом поделитесь после меня можно не знаешь того что кажется к себе конечно при всем уважении к тебе но я на такое ощущение кого-то после нашего боя что я буду с ним браться после нашего с тобой на такой для себя так но ощущение такое что тебе тяжело бы себя приходит после рамма зашла воды и со и союзе на и беауне что без трамбу вот это да конечно я не люблю я я понял грамму получил человек это тону это бои сбой удары из удары удары принимают удары наносят тяжело сайт это также хочу знаешь также крючка ночь можно так скажем да как ты говоришь тебе будет тяжело я суть рассуждая наши с тобой стиле имей ввиду что тебе тоже будет тяжело но опять таки знаешь извини что перебил я за счет думаю тут мы с тобой оба можем сильно покалечиться вообще и всего-то объективно рассуждать наши с тобой стиль и вот такие вот в кость в кость и ты учитывай тот момент то что мы оба можем с тобой там супер красавчиками выйти естественно да я в на этом бой готов на все сто процентов на любой исход и я думаю у меня тоже плотный крепкий бой получится я вот почему ну да ты с боксерами потому что да я позору ты хорошо бьешь по печени это то саживаешь но ты опять таки с боксером не дрался ждал тайны же не почему бавар ханаков и стоп долго раньше дрался в топ бавар у него еще с чибисом был очень яркий бой и уже а также это это не был со сапона бавар и украинцы хорошей дрался да ну я не видел бой просто поэтому это я тоже такой все же берута есть честно сказать я тоже такой же как ты как ты сказал у меня к это боям здесь очень интересный вот его я лично зала до сего как историчку же извини за выражение ну как есть был в жизни ну как не как бойца ну какой-то са не не подожди подожди я даю это доску я и как его знаю же но я какие здоровые живет там шуми тут чему там кого-то это это как это не как пальца его знал я потом посмотрю вроде бы был когда-то неплохим бойцом но сейчас он себе это взял не спорт а вот это хайп на хайпе он двигается ему нет разницы это проигрывает ух как бы драться или чего-то походу сочковать начал и часа через язык там туда-сюда идет он наверх и девочка я не берусь как раньше я восемь раз операции кто-то меня и знает они хорошо я очень хорошо тренируюсь ну я рама это как ты тренируешь ягуру у тебя тогда вот смотрел раньше как не дрался и счастье вообще другой сейчас я с тобой буду драться сейчас какие моменты дело сейчас грязные которые не подходы даже в ринге вот примеру ты вышел у вас такой разговор будет осуществить а булатилки мухаммада комико ты туда зашел ты как мужчина не дрался ты там ногой зачем но он смотрел вот это моментами город атак это твою лично я вот сколько раз я тебя сколько раз он наступает на ногу а я не могу работать я не могу я не могу работать с ней наступая я хочу быть а зачем он мне не дает понял когда наступая не могу же двигаться я считаю это неправильно ты просто не показал то что нужно там показать и после таких разговоров после таких разговоров после таких уверенных стол за слова тоже должен быть всегда отвечать готов проиграть это не означает что ты из-за слова не ответил это ты туда зашел ты не показал зрители думаешь вешал я знаю ты почему-то уже ждали вот это мама твой друг у тебя не 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 друг не дрэк не другом а твой друг и знакомый это не это другая я его менеджер твоя одна команда одна команда но ты ситуация не знаешь не сыграла полосы молажа полосы мол а я такой после таких слов после таки ты кричал я мужчина я это я то я и туда зашел ты просто еще не сказал там же испортил все вот это на ничего не сказал момент уже поэтому я говорю атака норма я там ничего не сказать и просто я не знаю в чем тебя конференции жу вас был у вас хипишь булажь у вас это он он это мой боже он это на но получилось так чтобы ты твоя твои слова и говоришь ты я тебе скажу он начинал ну хоть начинал перестар до конца дириз зачем бить ногами горечь при этом ты ногой бил махаммад чтобы надо же лучше быстрее ты пресс-конференция говоришь грязь-мерязь но он напал на меня фрагментами я так не смотрю это опять таки давай буду честны давай я тебе так это не смотрю на фрагменты бою смотрю он напал на меня без камера я угар и оставь уже бой идет скоро я не хочу я как с тобой общаюсь как с тобой общаюсь с любыми я так общаюсь ну правильно это надо просто я имею ввиду что ты говоришь я оттуда за счет и уже начинает газа на мне не не но если это и если если смотри я на камеру не играет я я без к я играю и и на камеру один и тот же я играю ты играешь учиться ну вот очень человек я же вижу ты же играет и не делаешь то что то что на словах ты громко говоришь но громко там не белый сейчас вернемся чуть когда у нас получается же бой муратбек берется и со с тобой в первую очередь 30 ноября мне интересно просто зовут муратбек и по своим собственным словам говорил что о нем как-то вот широкая публика узнала как раз после того как они подрались с мухаммедом свое время четыре года назад было по каким боям ты первостепенно знаешь муратбека может быть этот бой тоже видел с какого боя ты меня узнал очень боя да скорее на гури с мухаммедом с кому-то нет с мухаммедом хибати да ну честно сказать ваш бой я не смотрю я я я удалила так буду фига га 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 матрия потом говоришь не подвижно ты за это мне сказать и не перебивай слушай я тебе тот человек который ты можешь перебить не перебивай я не перебиваю его слушай вот здесь и честно сказать на слуху на слуху вот так косимбай я давно и знал жизнь ну вот так смотреть как бойца не следил не за ним ну фрагменте которые выходит я смотрю за муратбеком следил для что ты видел я видел его бой видел смотрю вот именно наружу видел вот такие моменты где-то то что видел но в очень много фрагментов я через фрагменту в основном я его знаю и на слуху он был это еще с кем убрался грозен на грозе на слуху вот это фрагмент а его тоже как же я я не такой человек я даже я свои соперника бою даже я могу один раз посмотреть и все у меня нету я если свой близкий человек берется я смогу смотреть вы про мой интерес и про мою эфир пропустил я могу не смотреть смотреть неинтересно честно сам я сам выхожу берут на такая же фигня многие не верят на самом деле весит это не скучно не надо и сказал что до этого поединке из и не видел до его чемпионского боя но наверняка слышал потому что он личность достаточно одиозная как бы он на слуху всегда с чем он у тебя ассоциировался я вот честно вот до этого не видел и блин я просто тут не в обиду я просто сам такой человек не не интересно и уси не смотрю просто вот но это же самое у вас просто но редкий карты я смотрю очень редко могу только главный бой вечер посмотреть но просто мне не интересно лучше комедию какой-нибудь сериал включу и буду дома лежать ха ха ловить и но имеется идут рису я увидел впервые вживую после это я уже говорю я хочу с ним подраться вот как увидел боевую я хочу с ним подраться потом уже как разговор начался я посмотрел бы с чем я имею дело какой соперник кто я посмотрел у хорошие то что я увидел в первом в первом бою который я увидел в живую я увидел во всех боях и он мне просто понравился и такой хороший соперник с которым можно хороший бой закатить одно из последних медиа появление если как раз в контексте боя мурадбек с тобой интервью влада кимчи дальше у тебя защита как я правильно понимаю просто мурадбек косымбая на матфайтинг у тебя же чемпионский пояс это один из самых сложных оппонентов а для я думаю это один из один из удобных один из легких я боксер он не боксер поняла это косымбай ты конечно не обижайся это я думаю скорее всего глубокий на кого-то будет я на эту ТОЖ отвечал этот вопрос мне задали nail video на да я я гру это его введение это его представление он сам визуализирует он хочет так выиграть это нормально я кто такой чтобы его мысль менять и так же мои мысли у меня другие и он никто чтобы мои мысли менять то что у меня в голове это мои у меня в голове то что него было это у него в 2008 никто не вправе менять как бы ну как бы я могу сказать типа нет может быть не так но в любом случае я его мнение не поменяю и его видение он видит бой именно таким что у меня выигрывает глухим нокаутом да а я говорю мое видение то что его на печень сажаю и тут ничего такого это я вижу я визуализирую то что я его выигрываю на печень он визуализирует то что меня вырубает на гуха а ты когда последний раз иногда у них хотя бы был профессионально иногда он и бывает и на тренировках бывают ногдаун и вот именно в боях боях чтобы кто-то прям посадил честно не помню прям посадил я вчера не помню чего было ты у меня спрашиваешь боя чего надо посмотреть архивы поднять я в целом ногдаун и бывает всякое может быть я понимаю что держак это тоже такое я считаю подарок от всевышнего я же говорил же кому-то дает всевышний техники больше кому-то характер и мне кажется всевышний не наградил меня техникой но как бы наверное мне дал наверное дал держак потому что это одно это никак не объяснить это люди пропускают удары могут уснуть а я не говорю что меня не его нельзя вырубить мне надо наверное чуть больше усилий но никто не застрахован я тоже могу уснуть и этот в целом я я пока пока что я не был спящим вот это меня самого радует и я ну как можно хочу чтобы этого дня вообще не произошло я с ним драться хотел почему он такой крепкий жесткий и души такой же есть но мне нравится такие и подходят и такие и мурат да и говорят опять на счет печени давай будем он с кем скалу боксу из боксера посадил кого-нибудь у его он же боксер он по печени посадил я уронил по печени но этот он стал ну да остальные конечно я я работаю с теми пацанов с теми пацанов которые лучше лучшие боксер один из лучших упал фон паф это тимур золотой хорошо попечен бьет это одиннадцатой амир аслан ахмедов рси сидрется тоже хорошо левша тоже хорошо попечен бьет и чемпион хайп хайп файтинг абдурахман абдурахман тоже хорошо попечен бьет но скажу так будем честны если я приезжаю после отдых после отдыха я приезжаю месяц отдыхал и таким животом пришел они могут меня посадить проблем нету надо колькейс говорит вхожу форму уже уже нет уже уже нет жир если попадать не брать не брать не как ты удар ты должен ты видишь что я у тебя спорта спорте голова не работают я только на хайпе голову работает надо принимал нет принимать удар я что же общаюсь но ты не нормально я чё-то хочешь я буду драться не бой смотри ты сейчас включал боюсь смотри мухаммад смотри на яска было время такое как когда я зашел эту индустрию вот это жесть муки и косимбай еще кто-то там нормально наврузу это все нормально хайпы бит но я где-то кому-то сказал я доберусь до них вот я добрался я сюда пришел мухаммад не не просто вот тратить денег заработаю пошли пришел сюда показать бокс показать я не профессиональный я нехороший боец ты же говоришь здесь жир это то там лишь ты ты любого может капли посадить а если если ты удар принимаешь хорошо хорошо ты есть люди которые дают по печени бить да да ну он готов будет почему потому что он он готов узнаешь но по факту голова это хоть голова вы чувствуете ты падешь меня не упаду я не упал никогда мухаммад сколько он задыхал я задыхал ты даже ему не могли по печени посадить ты даже его не могу и что ты хочешь меня попить я наполню твою мысль ты же не хочешь мне травмы ну я также вот поэтому я хочу тебя на печень посадить чтобы это не было травм ты отдышался стал все нормально а ты меня хочешь вырубить и горе я не люблю это не хочу право правильно лечение ну нокаут я же не гусь я хочу уже лишь я тебе подниму я тебя подниму я тебе на ноги поставлю отдышу я тебе на ноги поставлю я думаю ты реально по печени даже его не мог по печени посадить хоть я так скажу честно в бою с мухаммедом я чистый грэпплер которую впервые решил а почему бы могу просто прийти на бою да я сегодня боксер кочево мне тогда навыков бокса вообще нет если посмотришь тот бой и крайние бои даже вот с грозином я тогда честно не был ударником я впервые попробовал удар в печень в этом бою я же дистанцию долго подобрать не мог под него он быстрый убегает но он союз вторым номером я не достаю не достаю иду и мне углу говорят борись борись я такой да я не хочу бороться я про себя я не слушаю своего не получилось бороться не получается первый раунд конец даже я до сих пор когда бывает пересматриваю первый раунд конец да ты меня по печень попал коленом попал впервые в жизни я ударил коленом я не бил колено я просто почему бы нет зашел дык и тогда он и я ощутил что он ощутил но он ну отстоял как есть и раунд закончился потом я уже на цели был а все на корпус посажу я где-то уже думал вот-вот посажу вот вот посажу ну да отстоял ваш бой с муратбеком назначена 27 декабря то есть получается там между боями разница 26 дней не считаешь ли ты что действительно вот есть риск просто даже ввиду того что очень большой риск из я как раз я хотел вообще позвонит она рассказать если травма будет у кого-то я как ты хотел сказать если даже ты меня не знал же есть даже с кем он дерется не знал как ты хотел частью увидел меня сейчас уже теперь живешь на бою нибудь если кем смотри смотри если пути не переживай нормально с собой действие что я не перейдешь он не может продолжить это драться с тобой я с тобой виду хорошо все без права на вот твой имя самое главное чтобы мы с тобой оба ты говоришь ты хай пуще тогда мы сидим разгарьте часто на меня тебе говорили как и пару слов сказал еще чуть-чуть у тебя можно хай поймать ты не бегаешь за хайп у тебя спорта нету кроме хайпа где я хайпу а где не хоть везде знаешь почему у меня так получилось я иностранец приехал если допустим да ты приехал у нас тренироваться ты иностранец да ты интереснее чем другие ты когда разговаривать да у тебя культура другая все а почему тогда у тебя совсем хипишь все смотрят я сам скажу я неплохой бы я хорошо дерусь но хоть ты недооцениваешь даже мешка я оцениваю же с ними даже груша висит и чувствуешь что я тоже неплохой да ты сейчас с ним будешь драться я тебе скажу у него голова очень большая как мы это же хорошая попадаешь попадаешь попасть чтобы он упал это бибер только даже выбирать он меня уронил да у меня уже не это первый человек кто бибер бибер но он очень жестко бьет сосеки да не умы в мм а но у борьбу не давал он на белках три раунда у меня тогда боксовать не то что я слова бокс только познавал тогда но я могу и буду твоя за судьбу и мой бокс и свои удары мои удар не будут давать сразу сравнивать не будем ты сравниваешь а ты не за все правильно то что я прошел ты же бокс и не прошел пронежь я учусь на английский у чем более короче не зачем ты ставишь свои удары мои удары но я думаю как я твой боя посмотреть вот сейчас я говорю что долгой со мной на твой бой со мной будет тяжелее чем с муратбеку кому смурат беку ты легче будешь тратить им со мной думаешь но я даже твой бой сейчас посмотри а что за яма разве к почему-то я скажу ты так считаешь что тебе будет со мной легче чем уродбеку но у тебя скорость нету так как у меня ты двигаешься а я тоже двигаюсь а я бою у меня скорость есть у меня тоже айку неплохой вот марады к я скажу он идет вперед я его мысли про процентов я его мысли понял я даже он идет вперед я могу ему попознать не отчета он идет вперед но то что у него минус он джеб не хочет он не хочет он не хочет чтобы дать потому что ты хочешь чтобы я его упрал же я просто у нас желание я просто хочу видишь уже хайпы мы будем драться по любому уже мне интересно я хочу просто то что ты говоришь ты много разговариваешь то это ты то я хочу с тобой раз ну подраться чтобы ты знал я но неплохой боюсь а я часто видишь земля круглая раньше тем не будет интерес а теперь я тебе стал интерес но и знаете видишь хайпуешь но я тебе скажу я не сижу тут скажите не интересная я с кем драться ты же мне неважно и кто популярен не популярен кто есть кто нету это моя работа я ведусь любимый адреса и буду тебя много слова такие братец на нога говорю тебе с ноги мне выходил жить и который говорит кем нога один не у тебя вот так вот это индустрии там где же я бар так так но с кем ты говоришь ты не вешал драться да ты скажи с кем я не вешал драться может сказать положи только четыре года сейчас да а даже сейчас надо смотреть я я я же я же не когда ты говоришь ты должен знать я я должен знать да я ну скажи я то что вижу город то что видел гору надо смотреть чем вы и вот этого что я же считаю смотреть есть сейчас ты видишь где-то поймал это маме еще надо посмотреть вот и сейчас я не поймал я тебя сколько раз боя принялся а сколько раз боят минуски 1 из-за твой этот ну вот это бы наверное заметил с кем скажи вот видишь я не смотрю это полный пресс-конференции я не смотрю на фрагменте если в твоей вине мы же один раз не вышло по твоей вине мне казалось два мне это кажется я не знаю может ошибаюсь кажется с калмыковым один раз по твоей вине не вышел да не травма была долго раскручивать два раза от лежа у вас нет вам может тогда у нас у нас был мать я уже согласился что давай восемь-сот медрады но шахалом по твоей вине один раз травму до получил один ряд или нет ты с кем-то получил это был короче с угрозой я колено травмировал а я и сказал не перенесите я не могу вот и я вышел драться видишь я с кикана шахал шахалом тени дрался у вас бой не получилось ты хорошей форме живу да я дрался и отлично форму да да когда с момент раз а за день вот хорошей формы был и я тебе твой бой скажешь я смотрел это бой хороший форме был а маме за 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 день за за день боя он я тебе скажу он не оттренировался готовится оказался машины форме был с тобой вишу за я можно дополню тут момент такой я же вообще же сейчас на бою сидим я никого не защищаю и твоя правда есть его правда есть сады я хочу сказать просто его си недооценивают он думать он стилистически он не такой уж яркий зрелищ но он эффективный в бою попадает у меня нет его нельзя недооценивать и вот в бою ты грешет волосы в худшей форме да возможно но если но если этот бой еще раз будет я я готов на него ставку поставить а я готов на вас это поставить я потому что я стилистически я стилистически в форме будет хорошо можно можно я я скажу если этот бой состоится если этот бой состоится у меня нету допустим к лавсету такое агрессии ненависть у него какой-то какую-то обиды что ли ко мне есть может что-то вот ну может его это зацепило то что проиграл мне а меня-то ничего не цепляет я к нему нормально отношусь он что-то на хайп реальти что-то за меня говорю вот когда вы вместе сидели да соли он там мы отошли с ним куда-то поговорили я не помню что мы с ним разговаривали мы не отходили никуда но мы с ним как-то по телефону кажется насколько толку мы сейчас по телефону с тобой ругаться я ему да грел зачем нам ругаться мы же можно просто уйдится и поговорить нормально и он все все нормально и мы на этой волне у нас закончилась эта тема мы даже дальше не поднимали эту тему но теперь я почему говорю я в этом бою даже я же не знал же алфай сет какой форме выходит именно когда сперсом на замену он вышел, я тогда уже знал, именно стилистически, именно стилистически Алафсет не подходит под Перса. И Алафсет в лучшей форме подойдет, он стилистически его не возьмет, стиль не подходит просто. Именно Алафсет не подходит. К нему, ну, Шавхал более-менее подходит, но и то, я считаю, его чуть фаворитом в бою с Шавхалом. Но почему Шавхал подходит? Шавхал может уронить. Вот такие, которые могут уронить, вот у них есть шансы с Персом. А те, которые как Алафсет борются, у него защита от борьбы очень хорошая. Вот это все недооценивают. Это недооценивают. И из-за этого я говорю, он Алафсету не даст бороться. А в ударке Алафсета ему ничего не сможет сделать, честно. И бой, я в какой бы форме Алафсет не подошел бы, если он, конечно, ударку свою на другой уровень не выведет, либо борьбу на другой уровень не выведет, в какой бы форме не приходил бы Алафсет, ну, мое сугубо личное мнение, я никого не призываю. Но я говорю, мой прогноз выиграет Перс. Боюсь с Алафсетом. И так же я говорю, если он почти 7 раз. И так же я хочу... Я против него ничего не имею. Вообще, это далекий человек, никакие дела с ним не имел, никакой разговор с ним не было, ничто. Я это человек... Я против тебя тоже ничего не имею. А так я поделюсь с тобой, проблем нету. А к тебе ничего нету. Но мне кажется, что Алафсет выиграет его. Муратбек, вот интересно, да, если возвращаться к вашему трио. Недавно на примере боя Фомич Гаджи мы видели, как бывает, если, знаешь, вот бой проходит, и один из спортсменов может держать в голове, что у него скоро еще один есть поединок, который ему надо провести. И вот Фомич Гаджи, ну, соответственно, получился, возможно, отчасти, незрелищный. Потому что Фомич понимает, что ему там через месяц еще драться предстоит. Не будет ли здесь вот такой же истории, что ты думаешь, так, у меня вот через там 26 дней еще бой с Мухаммедом, и вот нужно как-то себя поберечь? Нет. Я здесь и сейчас, когда я дерусь, я могу в зале там сказать, да, я не хочу драться. А когда я здесь и сейчас дерусь, у меня просто момент, если я проиграл, я сам себя буду пожрать. Не народ, не хейт. Я сам себя буду пожрать. Аккуратно, в чатный бой. Да, я всего себя оставлю. Если мне нужно оставить, я оставлю, и бой с Мухаммедом, возможно, перенесется. Но я в любом случае, я не буду там, я по крайней мере... Но мне надо в 27-20. Но я хочу, я хочу тоже так же. Я тоже самое хочу. За месяц-два. Я уже два боя отмазал. Знаешь, как сделать? Я два боя отмазал. Бой перенести не дам. Давай, тыси выходи. Если я тебя уберу, и я пойду к нему. Давай, давай. И я ему дам возможность заработать деньги. Вот, замену. Да, нормально, мы заработали, но он пусть заработает. Иса. А ты не чувствуешь, что вот, например, после поединка с тобой у ребят уже назначен бой, об этом так много разговоров уже, и учитывая их медийную составляющую обоих, они как бы чуть в приоритете. Нет ощущения, что тебя как бы не берут в расчет. Туда же могут перенести. Что уже через тебя перешагнули. Честно, я скажу, я не хочу, чтобы они... Что? Я тоже хочу, 27-го тоже. Я прямо в 30-е часа мы деремся месяцем и мы имеем возможность это восстановиться. У тебя нет рома, у тебя чуть меньше. Но если что-то будет, я хочу драться с 27-го, потому что у меня я уже два боя отказал. В случае чего, в случае чего, если Консимбай не сможет драться, я готов буду на это заменить его. В случае чего, опять-таки, мы не знаем, что будет. Может, оба не сможем. реально. Ну, я знаю, в этом бою, вот с ним в бою, это будет, это мясорубка будет, это реальная жизнь. Это 100% будет. Терри-потребление, да? Нет. Пять под две, да? Пять под две. Пять под две. Пять под... Пять под две еще. Я знаю, это будет хороший бой. Это будет хороший бой, но этот бой не продлится до конца. А ты будешь, Мухаммад, смотреть этот поединок? То есть, интересно на тебе, как он будет? Точно посмотрю, как раз он уже нормально газ держал на меня. За кого будешь болеть? Хоть я вас взят, блин. Ему кажется, вообще без разницы. Хоть перебейте, убейте друг друга. А он же на полу, на Варцин стал же. Я тоже на Варцин. Ты не знаешь? Я уже взят, и он на меня газы. Вы земляки, получается. А? Земляки, получается. Ну, и знаешь... Варцин знаешь? Варцин. Тогда ты не знаешь, все, все, все. Что, как? Шип, шип богу. Шип, шип об богу. Нормально. Нормально разговаривать на Варцин. Ну, он пару слов знает. Чуть-чуть, да? Нет, пару слов знает. А, пару слов. Как я на английском. Сколько ты? Язык вообще очень трудный. Я знаю, знаю. Мухаммад, ты сейчас посмотрел бой Исы, примерно составил о нем представление. Как ты видишь бой Исы с Мурадбеком? То есть, кого ты видишь фаворитом? За счет чего? Честно, сказал, очень тяжелый был. Я посмотрел, он двигается. У них вообще школа, где они тренируются, они все такие. Они на ногах хорошо двигаются. Ну, кто на ногах, ну, хорошо умеет двигаться, это очень тяжело с ними. Понял? Фаворитом? А Мура идет вперед, вот так идет вперед, но он кидает. Я думаю, как сказать? Какие, скажи, да. Но я должен дом посмотреть, еще пару боев у тебя. Если ты мои все мои бои посмотрите, ты убежишь отсюда, тормозы добрают. Ты на меня посмотреть не сможешь, потом какой бой, ты лучше не смотри, пару флагментов смотри, а то бой не примешь. Я думаю, Мура выиграет. Насчет чего? Насчет выносли, удар. А есть какой-нибудь бой, который у меня подсиловал выносливость? Я не говорю. Я с ним дрался, я знаю. Меня ни один бой не подвел с выносливством, проблем никогда не было. Ни один бой. У меня проблем было, которые я в бои проиграл, вот здесь. Ты последний бой проиграл, да? Вот эти, опять-таки, у меня это приходится говорить везде, в каждом подкасте, паническими атаками. Я вот так выходил, паническими атаками, я выходил в бой, вот так тренировался почти год. Вот это, это на самом деле, жест. Прыгал на скакалке, зачем тебе это? Не надо, ты так умрешь, хватит, твое время пришло, уходи. Отчего это? Нет, я буду... Желание пропало? Или что, отчего это у тебя так, желание пропало к спорту? Нежелание, панические атаки. Вот так я выходил, эти бои, которые я дрался, в уши еще, я уже не понял ничего, первый бой, когда я им проиграл. Получается переговорил, переговорил что ли? Не, паническая атака, это паническая атака, это у тебя головы, беспокойство, поставить его так раздраженный. Ну ты чешу, что ты думаешь, что будет получать. Не, 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 не обои, вообще без боя тоже. Я дома сидишь, просто тебя дергают постоянно, постоянно. Это жизнь, голение. Реметичное. Не из-за боя, даже боя, у меня вопрос нет. Реметичное. Не, не правда. Чучу-ка, так без этого, я тут 34 года, чуть-чуть, не такие. А делаешь, да? Не так, вот, BCA, там, креатин. Не, BCA, ничего. Это же тоже химия, нет? Я? Я химия. Не, BCA, креатин, химия же. Я просто, когда вес гоняю, уже у меня все есть. Не, это не из-за химии, это было просто, знаешь, это у меня такой разгульный, такой момент был, жест, нормальный. топтал это все я. Но по факту мы все химики. Поэтому там, когда в себя пришел, то отошел от всего, и потом пошли у меня политические. Мы почти все химики, Ты сто процентов химик. Давай. Каждый, каждый сам за себя. Ты, 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 ты. Ты химик. Почему я? Подожди, ты химик же, давай. Я знаю. Ты химик, Алексей. Я вообще не спортсмен, я ведущий. Есть попа мема, есть попа мема, которые не химичатся. Есть? Мне интересно. Попа мема? Кроме меня, все походу химичатся. И хайбула, мусал не химичатся, я знаю это. Не химичатся? Да. Я не химичатся. Ты не химичатся, да? Понимаешь? Ты, он, он, он страшный. Я вам скажу, обожь заберу, вот завтра тестостерон покажу, 50, 60. Да у меня и так повышен тестостерон. Тестостерон, если сейчас анализы сдадите, Мухаммед говорит о том, что вы оба покажете зашкаливающий уровень. Ну, я думаю, допустимую норму я покажу. У меня тестостерон рассчитано на 4 жен. Поэтому мне можно. Вообще, да. Много женств вообще не будет. Если больше 30, это уже... Тебе зачем кто химичатся, кто нет, что нет? Ты свое дело, иди вперед, и все. Ты зачем захватываешь химию на 4? А скажи мне честно, я тут сейчас хайпую. Я хайпую, что ли? Ну, сейчас вот этот выпуск, видит, сейчас сам посмотришь. Нет, я говорю, ты за химию зачем тут разговоришь? Я вообще говорю, я говорю, все химики по факту. Ну, если ты сам делал бы химию, значит, если ты сам не делал бы, ты за химию не начал. Не обращайте, не обращайте, каждый просто за себя горит, и все. Ты не делаешь? Держи, молчи. Делаешь? Не делаешь, я же, Дяшгур, молчи, я тебе руку дал, пожал руку, ты все молчи. У Мухаммеда последний бой был с Фанилем Рафиковым, я уверен, что ты этот поединок смотрел. Как тебе, как это реагировало? Удивился ли? Нет, не удивился, там были фрагменты, где Мухаммед неплохо попал, потом был хайки, да? Знаешь, что было? Незаметно хайки был. Хайки, хоть защита была, но попал в затылку, помнишь? Крутанула, да, нога? Да. Захлестнула. А после этого, я когда его держал, я думал, он защищает. Когда ты держал, я уже видел победу. Знаешь, почему? Это фанилья, коронный прием. Он так взяли многих ребят. Не-не-не, никто мне это не делает. Не-не-не, я говорю, фанилью это делает. Я про фанилью. Я понял, я когда его держал, я думал, он защищает, помнишь? И он угли мне, говорит, эй, голову подними. Я говорю, ну нормально, я сам не знаю. Я думаю, он меня поднимает. Ты не скажи, он хочет душить меня. Я уже не видел это, помнил? Я руку потихоньку, потихоньку согну, чтобы, ну, переводить его. Он на один момент голову вниз, и все, зал. А я как? Поэтому я не понял, честно. Я когда это видел, ну, такое, ну, раскидка, раскидались, потом у стены, у стены перец зажимает, и фаниль руку вот так просунул, и я думаю, что ты ждешь, что ты ждешь? Вторую руку не запах. Посмотри, он секунды, две, три тормозил вот так вот. Не сразу заправил вторую руку. Потом вторую руку не закинул. Он когда уже голову... Нет, нет, он сперва одной рукой тебя поднимал за шею. За шею поднимал, у тебя шея здесь лежала. И он вот так держит, держит, я думаю, ну, что ты не закрываешь? Я про себя говорю, я же видео смотрю, и он берет, потом только вот так закрыл. Я дома, он мне хочет поднять, а честно скажу, физически очень слабый фаниль. Если они с Мариевом будут драться, Мариев в одном коллекте выиграет. И еще я тебе скажу, что он устал. Он первый ранд, он пытался, видишь, он пытался бороться два-три раза. Он совершает. У меня ноги большие, мне перевести тяжело. Я хорошо защищаю, в борьбе тоже хорошо стою. И вот, я Мариеву тоже сказал, я говорю, я не думаю, что ничего будет. Если они вот, я с ним вышел, 73 килограмм, Мариев сейчас тоже небольшой. Поэтому, если они видят, Мариев, ну, легко, Мариев очень физически сильный. Я могу, ну, как поспорить, я так скажу, просто свое мнение по поводу фаниля. Фаниль именно тот боец. Но физически ты сильнее, чем он. Не знаю, но, короче, фаниль тоже по-своему хороший. Есть такая черта у фаниля, которая мне отчасти нравится и в то же время не нравится. То, что у него такое, я еще тренеру звоню, говорю, Эдуард Агай, пусть фаниль настроится нормально. Потому, что я говорю, этот бой зависит от фаниля. Потому, что фаниль может закатить бой, блин, с Аббасом какой бой закатил. Он имеется в виду, он может сильного выиграть и может просто где-то, возможно, недооценить. И я говорю, если он настроится нормально, то, в принципе, победить должен, говорю. И тут такой момент, я волнуюсь, то, что он как настроен на бой. Потому, что он может что-то невероятное сделать. Также Жуман, Жуман Жумовиков, он тоже такой же боец. Он может там суперсильного выиграть и вообще ну он ему может проиграть. Бывают такие, кто-то настраивается не так, наверное. И вот я говорил Фанилю, только настройся, только настройся. Я ему звонил перед боем. Я честно, если так не стал бы, бой был хороший. Неплохой был у вас размен. И я знаю, он стал бы. У него и знаю, у него есть задняя рука, нога дает еще. Вот можно его, знаете, поймать. Урадбек, вот буквально 3-4 месяца назад ты говорил вот так, следует. Ну вы вообще, когда он может быть? Этот человек ко мне неприятен, конечно, я. Будет бой? Будет. Почему? Ваш прогноз какой будет? В процентах там? Это состоится когда-нибудь бой? Не будет, я думаю. Просто я не верю в этот бой. Это ты говорил про Мохаммеда, что и человек неприятен, что не веришь в этот бой. Ну реально это было 4 месяца назад. А что изменилось? Это летом было, да? Ну летом. Да, летом. До боя еще было. Но меня сильно удивило, когда он приехал в Казахстан. После этого я... А почему удивил? Я говорю, я поверил, что у нас бой может. А до этого я не верил. Честно. Почему? Если я где-то лечу... В наш бой нет, я не верил. В Казахстан. Когда ты приехал... Причем ты в Казахстане, если я там у вас буду... Я просто знаю, какие хейты в твой адрес был. Честно, тебе скажу, мне очень понравилось у вас. А у нас страна обалденная. Прям очень, очень понравилось. Я еще... Если мне следующий год, мне дай, я только буду в Казахстане выступать. Мне очень понравилось. Казахстан всем нравится. Мне нравится, да? На самом деле, как они встретили, как... В целом, просто видишь, у нас с Мохаммедом было чуть-чуть изначально недопонятки свои. И из-за этого, как бы, народ не взлюбил, наверное, ну, большая часть, так скажем. Я не скажу, что все, да? Возможно, кто есть. У меня стадион, видел ты? Я не был же. В Караганде? Да. Ни одни, что не было. Мне билет не дали, прикинь. Я поздно, говорю, билет нет. Я один, нет, говорю, все закончилось. Так, последний раз, когда, я вот извинилась, первый приезд в Казахстане была же история... Вы закрыли эту тему с тем, что Галым, по-моему, да, твой товарищ поучаствовал? Мы разговаривали, да. Я по телефону, да. Потому что ты после этого говорил, что вот сто лет пройдет, я не отпущу это. я человека вижу, я с ним хочу поговорить. Галыма? Да, Галыма. Я дома сегодня он будет, я с ним поговорил. Не то, что напалили что-то, не, поговорили, потому что он ни за что меня ударил. Тут такой момент был? Он сам подошел, докопался, ударил. Ни за что. Тут такой момент был. Никто ему ничего не... Мухаммед мне говорит, это ты их отправил. Я говорю, блин, ну я не настолько, наверное, конченый человек. Нет, вообще, я можно договорю свое, свое скажу? Я думаю, я думаю, блин, я же не настолько плохой человек, я не настолько конченый, что травить еще и сам полиция. Если бы, если бы я хотел бы, я Мухаммеду объясняю, если бы хотел бы тебя натравить, я бы отправил тех ребят, которых ты со мной никогда в жизни рядом не увидишь. Это просто мое внутреннее. Если я бы захотел бы подляну сделать, я бы сделал бы. Я говорю, Мухаммед, у нас сколько встреч было, когда он хромой был. Я первое время, ну сейчас время, время лечит, время все отпускает. Спустя время я с ним уже так сижу, нормально, в принципе, время уже свое забирает. А первое время у нас с ним чуть ли не дрались. Я помню, на нашем деле Али был, я возле Марифа сел. Я когда увидел, он хромой, я его ударить хотел, но я понимаю, ну ты же не настолько же конченый человек, чтобы бить, кто он, он не в форме, беззащитный. Если так послушать, какие же беззащитные же одной ногой. Я говорю, ну я, наверное, не настолько подлый человек. И вот, я через себя перешагивал много раз, я тебя, ну много раз видел, ты долго был травмированный. Да. Часто пересекались ты травмированный. И я думаю, и время лечит, опускается, время отпускает. У меня сейчас к тебе конкретно, я хочу тебя просто в спортивном плане выиграть и заработать хочу. Хоть ты, ты говоришь, я выиграл, я тысячу раз тебе скажу, любой человеку дай видео, скажи, кто выиграл. Вот именно все говорят большинство. Ты нервничал, нервничал и говоришь, я выиграл. Как ты выиграл? Я тоже много чего сказал, да, я выиграл, тот выиграл. Ладно, это все мы сулить не будем копать заново, да, наверное? Не, не будем, но я тебе скажу, я выиграл бой сто процентов и я считаю, что я выиграл. Ладно, это твое мнение, мое мнение теперь. Твое мнение, выиграли судьи? Судьи? А судьи при чем тут? А? Судьи при чем тут? Ну, как ты меня выиграл, если ты меня не удосрочила? Если вопрос идет конкретно, тут уже вопрос к судейству, правильно? М-м. Решение принимали-то судьи? Ну, а судьи мои друзья, что ли? Ну, не знаю, в этот раз они захотели, чтобы ты выиграл, наверное. Как это? Я вообще их не знаю, никто не знал, я даже язык не знаю. Ты когда проиграешь, даже Мохаммад, недовольный было от решения судьи. мы смотрим, что ли, вот я бой, когда кулаках, кулаках. Вот, ты же проиграл, проиграл же ему, правильно? Я не читаю, что я правильно. Там не было же ничего такого, чтобы сказать, что ты выиграл. Да, базару нет, одни ворота, ты выиграешь и даешь победу, тогда ты можешь. Но там не было такого, чтобы в одни ворота, чтобы ты выиграл. Да, базару нет, если 3-4-5 ударов, ты выиграл, это можно было сказать. Ладно, Один вопрос, один вопрос, извините, что перебил, ты говоришь, все говорят, что ты выиграл, Это вот, нет, я так же не буду, я этот момент уже, если честно, отпустил, я хочу сейчас, конкретно с тобой выйти, выиграть тебя, на данный момент, вот этого я хочу, и заработать, да, но просто, я чаще слышал, что в этом бою выиграл я, честно, я такое очень много слышал, я читал комментарии, и тут смотри, вот нейтральный человек, который будет биться с тобой и со мной, свое мнение скажи, Иса, кто в этом бою? Честно сказать, я это клянусь, не смотрю, не смотрю, я сейчас посмотрю, и дамакши скажешь, да. А сейчас ревенчик будет, кто выиграет, если я в таком форме, ты говоришь, в хорошей форме, вот такой. Ну опять-таки, это прогноз я могу дать. Как Зиян сидит перед... Послушай, я сейчас не могу это, я сейчас не могу это прогноз дать. Я сейчас, если он со мной не дрался бы, сразу с тобой на тебя готовился бы, я могу сказать, уверен, что он выиграет. Ну я же не знаю, после меня, какое состояние у Касимбаева будет. При всем уважении, ну я буду бить сильно, брат, я туда выхожу, это защита пояса. Я тоже люблю, я тоже люблю объездить. Защита пояса, как я могу отпустить это, я же не могу свое отпустить. Пояс это твой сейчас? Я оставлю там все. Пояс его? Чтобы забрать победу. Пояс его. Пояс его. А когда выиграл ты? Пару месяцев назад. А с кем дрался? С чемпионом дрался. А? С чемпионом дрался. Еркен Тугельбеков, да, он был чемпионом. С чемпионом? С чемпионом? С чемпионом? Ты прям бьешься как бы, 4-6 боев, да, гаджи за год? Вот сейчас. Они живые, активные. Они аварцы, да? Честно, я как они не видел нигде. По идее, просто организм. Они мощные. Организм уже должен брать свое. Ты уже женился на аварку, да? Не, вообще. У тебя супруга аварка? Да. Они уже уверены, что спокойно сидят. Ты глаза вот так держи, вот так, вот так делай, и скажи, давай поборемся. Любой из них, они умеют бороться, крепкие такие, все умеют драться, вот. Именно аварцы, они сильные реально. Я очень интересовался. Самое главное в этой жизни, остаться человеком. Не тебя человечество, а самое главное. Но ты не газуй на меня. Я же не газуй на тебя, если я начну газовать на тебя, или ты хочешь, чтобы я на тебя газовал? Я могу это тоже делать. Не, не надо. Ну тогда зачем я же не газую на тебя? Газовать же уже конкретно. Я имею право, я свое мнение говорю. Все газы. Он просто ходит, он походу со мной хипиш хочет, он же не умеет без этого. Я не знаю, я вообще добряк, я улыбаюсь с вами. Вот как раз и все. Пока ты сказал, про добряка. Вот это пацан у нас, я хипишной пацан, реально, скажи, Ярик. Ну, когда кипиш, иногда кипиш, иногда нет. Честно, нападут на меня, я что-то сижу, посмотрю. Я не собираю на тебя на фазы. Про добряка, про добряка Муратбека сейчас, буквально. Вот действительно, у тебя в целом такая позитивная линия поведения, но я помню, после боя своего последнего, после боя с Бранда, у тебя спрашивают про Мухаммеда, и ты вроде бы, с одной стороны, так по-доброму говоришь, а вроде бы, вот сейчас включу, и... персу пора за мной бегать. Как там, говоришь, жук, не жук, да, обезьяна? Моя любимая мартышка, у меня нечто тебе обид, ничего. Я жду тебя напротив меня. Я тебя так, любя, говорю, обезьяна, обезьянка, а так в целом, я тебя люблю. Ну, конечно, какой бы он гнидой не был бы, он человек. Он человек, я не желаю ему плохого. Какой бы гнидой он не был, он человек. Ты человек. Он гоняет весь, позвонит мне и говорит, я говорю, что ты гонишь? Э, ты что мне говоришь, жук? Я говорю, ну, иди гоня, я не хочу тебя заставить. Говорит. Да, Я говорю, да. Тогда я тебе говорю, обезьяна, я говорю, хорошо, иди, скажи, как ребенок. Но здесь просто вот эта сама фраза, какой бы ты гнидой не был, но ты человек. Сыт просто у нас с ним, с Мухаммедом, я говорю, тогда ты у меня будешь обезьяна. Хорошо. И я про тебя думаю, вот блин, почему он подписался, хорошо, мог бы хотя бы промолчать. Он типа принял вот это вот. Я думаю, блин, ну, это прикольно стало. Честно скажу, я сам вот закрою, 27-го, еще один бой, с ним веду, заряжен вот так, чтобы выиграть бой. Вот это я и жду, Иса тоже с нетерпением уже. Я жду просто после бокса, а он в следующем. Мне с тобой интересно, честно сказать, Джесс. Ты же сказал, неинтересно. Интересно. Ты уже вот сейчас сказал, я тебе интересен, ты уже мне неинтересен. Бой я имею, ты неинтересен. Вот видишь, ты мне когда-то был интересен, чтобы с тобой драться, и как это, я сейчас, я сейчас говорю, я и мне интересен с тобой подраться, а ты как человек интересен не был, я имею в виду. Вот, видишь, сейчас я тебе стал интересен, понимаешь? Это земля же круглая вещь. Все. Когда-то я смотрел, ты на тебя, первоначально, ты мне интересно стал, а, и разговаривать не умеешь, ну, газуешь, и наглый, это, то интересен, а потом, когда ты грязь начал делать, уже интерес пропадать начал, и сейчас уже наоборот, я тебе интересен. Как после боя, еще больше интересно станет. Ты тренируешься главное, потому что у тебя после каждого проигрыша, я вижу отмазки, это чтобы не было, тренируешься хорошо. Ты отмазки, блин. Отвечаю, вижу, я говорю, марифом был у тебя, ты еще головой, это ногой ударил, с этим кому ударил? Калмыков, там не дало стол, он тоже меня ударил, нарушение глубочайше сделал, нарушение глубочайше сделано, на своем столе. Они даже весь мне не показали, ты знаешь, весь, весь не показали. Я тоже не смотрю свои соперников, зачем? В смысле? Я 78, вышел на бой, это, давай не будем на бой, 80, и я заранее, им 10 раз говорю, снимайте, отправьте мне, они не отправляют. Но тут уже тебе Мохаммад напишет, что это отмазки, потому что, это же было, то есть, ну, почему в тот момент ты не взял? ты свою работу, почему чистую не сделал? Вот это интересно. Я же говорю, он нисколько, я ему говорю, не наступай на ногу. Эй, смотри, это, 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 он наступал, слушай, он наступал, он наступал, я рефери говорю, он наступает, он меня бьет, я упал на полу, я упал, рефери стоп дал, он еще мне дают, я говорю, ты что делаешь? Он с тебя дурака сделал, ты подался на это. Ну, я вышел, бокс, он выиграл, я вышел на эмоции. А кто кого отманет? Скажи, я уже не боксер, я не знаю. Я, я знаю, кто кого отманет, дурака надо там взять, наступил, дал, чуть-чуть хипишоват заставил, это, ну, это и часть игры, часть спорта это, но ты подался на это и дал ногой, и что попало, начал нести. Но опять-таки скажи, опять-таки ты должен мудраться, пока не упал, уже должен мудраться. ММА будет с ним, уже ноги можно. У вас еще будет и по ММАСе? Мы же договорились. А как у тебя дела с хардкором сейчас? Потому что я так понял, что суд идет у вас, и тебя на хардкоре в ближайшее время мы, в принципе, не увидим. У нас суд есть с ними. Тебе не выплатили гонорар еще, за бой с Калмпу? Нет, нет, нет. Вот суд уже решает. Я им сказал, давай, суд что скажет, пусть и так будет. Ну, они два дня назад мне звонили, предлагали бой. Много раз они призвонили, да, предлагали бой. Давай, так делаем, так делаем. Но они мне сказали, давай на комментатор, давай на пресс-конференцию, давай это я говорю, нет. Только через адвокат с вами дальше буду работать. А ты с Анатолием не разговаривал лично? Нет, я с ним не разговариваю, только с адвокатом, с ним и дальше я буду работать. И добавлю там слово, чтобы в будущем, такие ошибки не были у нас. Иса, если так чуть подводить итог выпуска, 30 ноября у тебя бой с Муратбеком, как ты себе в идеале представляешь, чем он заканчивается? Ты себе визуализируешь? Он сказал, он нокаутирует меня. Может быть, как именно? Может быть, ты это видишь? Он не будет. Ну, знаю, там, там знаешь, вот, до конца бой не продлится, я точно знаю. Я вижу, вот, там пойдет, это плотный бой пойдет с самого начала. вот что. И там рубка, там пойдет размин ударов. Ты выиграешь? Размин ударов, это уже там будет рычаг, я. Все. Муратбек, ты как видишь развитие? Я вижу развитие вообще разное. Разный исход может быть. Может быть даже такое, что мы дойдем до решения. И такой исход возможен быть. Потому что всякое может быть. Кто-то может вначале упасть. Всякое может быть. Но я настроен, заряжен до последней секунды. Если вот бой, как будет длиться, я буду готов ко всему. Имеется в виду, даже если будет бой досрочно, будет до конца, я буду выкладываться, стараться, выкладываться и забрать. Буду делать все, выжимать себя, чтобы желательно, конечно, удосрочить. Ну, а дальше уже будет видно. Настроен я на мусор. Я тоже готов. На все пять раундов я готов. Я сто процентов готов. Но знаешь, почему я говорю, я от падения, от чего-то, от урона никто не отстраховывает. Ну, у нас плотный бой был, там плотный бой. Я думаю, он плотно бьет, я плотно бью. И я думаю, это бой до конца не против, тем более Кентуса. Возможно, да. И это на радость зрителям. Знаешь, для меня что, я чувствовал, вот это, как Кентус одел. Я реально жест, вот после кулаки Кентус, я думал реально я перчатки делаю жест, вот это кайф жест. Вот это, вот реально, оно вот в этом момент очень огромное уверенно встает. я могу разменить это. Ну, опять-таки, кулаки, это там попадание, сердечка, сердечка крови, там, это, то, вообще, это разные Кентусах и кулаках, я считаю. Мухаммад, как ты видишь их поединок? И свой, главное, с кем ты видишь свой поединок 27 декабря? Сначала, как их видишь? Ну, я не думаю, что Мура, травмирует, как у него, я же говорю, голова у него... то есть 10 минут. Ну, по сути, 10 минут, еще отдых, там, в принципе, даже может и досрочно, недосрочно. В общем, 15 минут пойдет. 10? По два раза, по две минуты. На 10 минут это тоже. И мы же будем дистанцию подбирать и на этой волне время пройти можно. А свой бой, Мухаммад, с Мурадбеком, тогда, если ты веришь, что 27 декабря ты все-таки подерешься с Мурадбеком, так ты... Он скажет, что я выиграю, нормально, как и не. Я вижу, я вижу, чтобы я выиграл. Как? Ну, у нас есть план, у меня есть тренер по боксу, я с ним. Какой план? План же не рассказывай. Какой план у тебя есть? Он тебе потом скажет, когда меня не будет рядом. Какой план есть? У меня? Да. Я уже знаю, что будешь с ним делать. У меня план, у меня план, руку обыграть и ногу обыграть. Я знаю, ты что будешь с ним делать. Я же говорю тебе, я же рассказал свой план, руку и ногу обыграть. Нет. Ты потихоньку, первый, второй раз закончишься, начинаешь тикать его и обнимать его, чтобы он по тебе не попал. Я люблю драться. Ну, то, что я так думаю. Вот и твой нос жест после меня. Мне кажется, во всем выигрывает Мухаммед. Когда мы с собой уменьшим драться, он будет с таким кайфом смотреть. Бейте друг друга, жестче. Убейте друг друга, слесите голову. Не-не-не. мне кажется, что он будет вы пари. Вы же говорили, кричали же, нокал, где-где-где. Не-не, просто этот бой может ему принести удовольствие. Да, это сто процентов, он от таких вообще кайфует. Это нормально. Он вообще, как мне кажется, он безжалостный, такой, слишком, такой же он. Какой? Боже. Безжалостный, бессердечный. Бессердечный человек такой же. Я просто слово подобрал. Да. У меня сердце нет. Помоги ему подобрать слово ранее. Мне кажется, ты такой человек, но я тебя не знаю, конечно, но смотря на тебя жесть, добряк, где ты добряк? Недобряк. Потом еще появился еще его брат. Я одно время путал их жесть. Почему? Потом он появился, еще раз появилось в России. У меня есть один младший брат. Персидский Дагестан. А ты как завязал именно Персидский Дагестан? Он поставит против тебя с ним боксировать. Младший брат? Он уже чемпионат мира. Почему ты не поставил персидский россиянин? Он мне тоже уже. Нет, 30 лет и взрослый мужчина, он 34. Он хороший. Нет, скорую нет. Он сейчас чемпионат мира забрал. Скорую нет, но с мужиком он не потянет. Бокс, бокс. Какой весит? Он весит 69-13 лет. Тарм, ты что? Он боксер? Ты дурак что ли? Мухаммед, боксер хороший. Сейчас как говорит, что у тебя голова работает? Как сказать? 13-летний, 34 лет, или 20 лет? Мухаммед, тебя несет, остановись, стой. Какой бы хорош удар не держит. Боксирую, я не могу. У молодого и взрослого человека удары разные и принимают человек, 13-летний пацанчик не принимает удары, не может держать удар. Можно я нейтральный человек? Расскажу свое мнение. Нейтральный человек. Я как вижу этот бой. Ты, то что говоришь своего братишку, он, видимо, сильный. Хороший, сильный. Спору нет среди своих ровесников. сильный, он с тобой боксирует, ты говоришь, он тебя перебивает. Да, навыки хватает у него. Возможно, он сильный, да? Но в реальном бою мужик, когда свой характер, агрессию покажет, там все может сломаться, всю технику может забыть просто. Я из-за этой я ссылаюсь больше к опыту. Он очень молодой. Если бы ты сказал 18 лет, если бы ты сказал 18 лет, то я бы, да, поверил, может быть, может там какой-то супер-18-летний. Покажи, я просто боюсь. Даже 17 пусть будет, но 13 это слишком. 13 это слишком, да. Он вообще не походит. Но ребенок, понимаешь, он ребенок. Либо заряжен, Либо его 25, но 13. Да, он подделка, наверное, ему 13 лет, что ли? Честно. Бородатый в 15 лет. 13 лет такую бороду. Смотри, вот так поставь, вот кулак у него вот такой, большая, он бьет. Чем у меня больше? Вот тебе тоже не боюсь, смотри, а? Реально говорю, у брата, он очень хороший, да? Я его скоро заберу сюда. Нет, он, наверное, подставной, наверное, там, нет, реально говорю, 13 лет этот бородатый. Какого года? Год не знаю, но 13. Как ты не знаешь, что ты родной братишка? Честно не знаю, честно не знаю. А родной он тебе? Родной. Нет, просто у меня родной братишка, я знаю, сколько ему, и какого года. Еще больше шум поднимется, Россия, скоро? Он вообще не разговаривает. Нет, он будет тут учиться и тренироваться. Прежде чем Иса подерется с 13-летним братом Мухаммеда, проведем, наверное, закончим этот выпуск. ты со мной будешь драться, потом брата подключаем туда. Пару лет пройдет, подряд. Старшего возьми с собой, когда будешь со мной драться. Я, я, знаешь, таким видом ты меня не... Но если пару лет подождать твоего младшего брата, пока он вырастет, у ИСы время-то наоборот идет, и тогда невыгодно. Да? Да. Не считай, через два года ИС-7-3-6 будет. ИС-7-3-6 будет. ИС-7-3-6 будет. То 37-38 легко стоит, да? Ты что хочешь, дорогу домой забыл, что я? Какой я 37-38 драться буду? Когда завершишь? Будет пару лет, это всего лишь то, что как организм, что организм скажет? Сейчас как пушка. Как ракета. Но тебя пробьют точно. Не, не пробьешь, да. Давай проверю. Не, не пробьешь. Ты же драться любишь? Я вот, честно говоря, будем драться. А что, минутку нету данную минутку здесь? Да не, будем драться. Видишь? Видишь? А что если минутку сделаю? Вот попробую. Минутку не хочешь сделать? Да не, какую минуту? Куда минуту выйти? Предлагаю, раз у нас трио такое, которое будет друг с другом драться. Сначала Мухаммед проведет битву взглядов Мурадбека и Иссы, а потом Иса проведет битву взглядов Мухаммеда и Мурадбека. 30 ноября, турнир на матфайтинг, главное событие вечера. Иса Тандовский и Мурадбека Сымбай. Я думал, ты мое имя забыл. Сейчас вес намного больше Мурадбека. Удачи, вот там, смотри, ты весь там. не надо организоваться в порядке. Их отмолчили, а не думали, что мы делаем это. 27 декабря, турнир All Stars, Мурадбека Сымбай, Мухаммед Хейбатик. Хочешь на квартиру отдалов, посмотри. Ты за себя отвечаешь, за меня не отвечай, я сам разберусь. ты уже даже в глаза смотреть, даже чуть дергается. Нормально смотри, как машина. Давай, смотри нормально. Видишь? пускай глаза не дергаются. Когда человек, когда человек напрягается, дергается. Вот же дергается. Иса, Иса, комментиратор от Бога. Он мне настроение поднимает. Я хочу серьезно настроиться. Тай по рукам. Тай по рукам. И раз одну. Бой, который случится когда-нибудь. Иса Тандовский. Мухаммед Хейбатик. Вот это я, и жду я. Дергается. Ты меня прыгает. Клэнус не дергается. Клэнус. Смотри, смотри. Смотри в глаза. Честно. Он какие-то причины находит. Он уже, но страх настолько такой же. Рано, рано. Идем. Посмотри. Посмотри. Вот на это часто посмотри. У кого дергались? Мина? Да, дело даже не дергались. Мина, ты же убрал. я знаешь. Ты же ряд не убирать. Ты смотри в глаза мне. Смотри. И наверх смотришь. Глаза смотри. Я же смотрю. Не смотришь. А куда я смотрю? Глаза смотри. Глаза смотришь. Я не смотришь. Я не смотришь.